За добро отвечай добром, за зло справедливостью. Конфуций. И выяснил себе три вещи. Первое, что всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе, всякие войны, даже если это войны столетние, они все кончаются одним переговорами и миром. Вот для меня давно стал вопрос, а стоит ли наградить горы покойников, наплодить вдов, сирот, коллег, пустить прахом по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сесть и договориться. Может быть, эту нецивилизованную часть вообще исключить. И третье, каждая мама, она рожает сына в старости, внуков хочет иметь. Для нее ее Ваня или Магомед, на суть важном, самый лучший. Может быть, кто-то в нем какие-то недостатки со стороны отмечает, но для нее самый лучший. Вот не надо эту жизнь, естественно, прерывать пулей или осколком. Основу государства независимого и суверенного составляют два кита, на которых у нас стоит мощная экономика, сильная армия. Вот тогда я суверенен, независим. Мира вам, счастья вам, добра вам, мужества. А если на свете мужества, каждый решает сам. Суньцзы – китайский стратег и мыслитель. Автор знаменитого трактата о военной стратегии «Искусство войны». Суньцзы считал войну вынужденным злом, которое следует избегать, как только возможно. Война – это как огонь, люди, которые не сложат оружие, погибнут от собственного же оружия. Ни одна долгая война не принесла прибыли стране. Следует избегать резни и зверств. Потому что это может спровоцировать сопротивление и дать противнику возможность обратить войну в свою пользу. Общая идеология Суньцзы совмещает в себе конфуцианские устои поддержания социального гомеостазиса с даосской диалектикой вселенского дао – космическим циклизмом школы иньян. Суньцзы постоянно подчеркивает, что военные действия – это дорогое занятие, приносящее убыток государству и бедствия народу. Затягивать войну негуманно по отношению к народу. Давайте жить дружно! Продолжение следует... Продолжение следует...